В день празднества Веспаловым случилось в мае 2014 года, накануне празднования Дня Победы. Заглянуть в прошлое генерала-лейтенанта, кандидата исторических наук, это все равно, что объять необъятное. Уже потому, что каждый свой жизненный этап он непременно сопоставляет с событиями в стране. А это действительно бесконечная, насыщенная увлекательными фактами история. Кстати, Владимир Васильевич считает, что вся его жизнь – это череда испытаний и приключений, в которых всегда требовалось вовремя принимать верные решения. И что очень важно – постоянно работать над собой. Быть всегда самокритичным к своим словам, поступкам и действиям. Владимир Васильевич, а что вспоминается из того далекого детства? Я родился в бедной крестьянской семье. У нас было семеро детей, а выжило четверо, три брата и одна сестра Надежда. Родился он вторым по счету после сестры Марии в 1927-м в селе Малая Безгинга. У нас была центральная черноземная область, а потом Курская, а потом с 52-53 года стало называться Белгородская. В 1932 году переехали из Новобезгинга из села в город Новый Оскол. О родителях матери Просковьи Яковлевны ему ничего не известно. А отец Василий Алексеевич сам рассказывал про себя, что остался сиротой уже 8 лет. Так что родных бабушек и дедушек у нашего героя в детстве не было. Отец, когда ему исполнилось это лет 16, вместе с одним товарищем ушел во Вторую конную армию Миронова. Там его сделали писарем. Среди ранних детских воспоминаний есть история о том, как отец окрестил пятилетнего Володю в церкви. Поп что-то дал ливнуть сладкое и что-то помазал по голове. Говорит, ну чтоб не болел он. А я поднял ему правую ногу и показал, вот здесь болит, давай здесь это. И он как запоет, а я испугался, думаю, что он это ругает. А он просто от восхищения, отец мне рассказывал от восхищения, что о, это будет непростой парень. Владимир Васильевич, а вы ведь хорошо помните свои школьные годы и даже своих учителей. Я добросовестно хорошо учился. Рядом посадили мне хулигана. Хулиган, он сын коновода маршала Буденова, сын, но хулиганистый был. И посадили рядом со мной, чтоб я на него влиял. Субботин Анатолий Иванович приходил проводить занятия по алгебре, математике, со скрипкой. Сыграет, привлечет внимание, поднимет настроение, а потом переходим к математике. А еще Владимир Васильевич вспоминает, что Субботин выбрал его однажды как лучшего ученика принимать переходящее знамя лучшего класса. В памяти учитель географии Николай Федорович, именно он привил любовь к истории. А спортом вы в школе занимались? Тогда в школе не было спортивных залов, был турник один. И вокруг этого турника мы крутились. И я тяготел к этому делу, научился вот этот подъем разгибом. Ну, там в народе назывались это склепка. Я увлекался плаванием. Очень любил речку Оскол. Меня хвалили за то, что я уже с ранних лет, я посещал районную библиотеку и читал газеты. К июню 1941 года Володя Беспалов окончил 7 классов, перешел в 8-й. Отец был призван сразу в армию. Он попал сначала в кавалерийскую дивизию. Где-то в кавалерийской атаке был сбит с седла, попал в госпиталь. Ну, все благополучно обошлось. А затем его перебросили на юг. И он воевал в районе станицы Кущевка, южнее Ростова-на-Дону. Он воевал с сапером, на переправе был ранен. И через ватник ему затащил вот такого сантиметра, примерно сантиметра полтора осколок. Вошел ниже спины. Ему делали в госпитале операцию, но это не помогло. В мае 43-го Василий Беспалов вернулся домой инвалидом. Что вам с мамой пришлось испытать в 41-м, в 42-м годах? Голода не было, но бедствовали. Никто не работал. А я был самый старший. После начала войны мы первый год учились. Потому что фронт до нас и дошел. До фронта было где-то километров 60. Фронт стоял в районе короче. Всем классом нас направляли на строительство дорог. Слякоть была, чтобы машины могли проходить. Рубили лес и укладывали. А летом 42-го, когда началось наступление на Сталинград, мы вынуждены были переехать на Двухпрудное. А Владимир Васильевич и сегодня помнит ту страшную бомбежку, когда почти два десятка юнкерсов пытались уничтожить город. В селе Двухпрудном, куда они срочно эвакуировались, их семью приняла двоюродная сестра матери, тетя Даша. Владимир Васильевич, а как в 1943 году вы оказались в истребительном батальоне? В это время, в 1943 году, началось создание суворовских, нахимовских училищ, в том числе спецшкол. 28 января был освобожден Новый Оскол. А 2 февраля я был назначен бойцом истребительного батальона НКГБ. Мне было 15,5 лет бойцы истребительного батальона, в основном это были мальчишки, кроме мальчишек было человек 8 милиционеров. Я не знаю, где они там жили, но мы жили по домам. Старший лейтенант, без ноги, пришедший с войны, нас обучал. Где-то неделю мы занимались, но расписался, что я прошел подготовку по 120-часовой программе обращения с миноискателями и так далее. Я был определен в группу саперов. При нахождении мины мы с миноискателем зацепить, и не менее 50 метров нужно отползти. И потом надо дернуть чеку, чтобы взорвать это дело. Ну, а мы мальчишки, есть мальчишки, на пути отползали, оказалась воронка. Воронка от бомбы. И вокруг этой воронки металлические бочки. Ну, и мы так решили метров 25. И когда дернули, взрыв очень был сильный, и на нас посыпались бочки. Напарнику Алексею тогда перебило ногу, а у Владимира Васильевича на всю жизнь остался рубец на одном из позвонков. Вспоминается также, как погибло несколько его товарищей в той операции, когда истребительному батальону было приказано окружить в лесу десяток немецких диверсантов. Наверное, он сам, как и многие его ровесники, чудом тогда остался жив, получив боевое крещение. А еще в памяти нашего героя есть одна незабываемая дата – 16 марта 1943-го. В этот день вы получили контузию. У нас в Новом Оскале на этой улице был узел связи Воронежского фронта. Накануне летала рама, называлась Хейшель-16. И она недосягаема была до зениток. Зенитки били по ней, но она высоко летала. А машины, заходящиеся по снегу, которые там 10-15 сантиметров, оставляли след черноземный. И немцы определили, что здесь какой-то объект. 16 марта я отпросился у командира батальона по огородам. И я пришел, а семья наша с детьми была под сараем в подвале. Я пришел, здравствуйте, вы живы, здоровы? И я говорю, пойду в хату, под кроватью лягу. И ко мне пришла Надя, 39-го года рождения, сестренка. Ну, я ее укрыл бушлатом, со мной был мадьярский карабин. Я положил и лег под кроватью. В час ночи нанесен был удар. И начиная с нашего дома, шесть домов снесло. Так получилось, что удар взрывной волны Владимир принял на себя, прикрывая собой сестренку. Володя, у тебя течет кровь с ушей. Когда она сказала, вот это кровь с ушей, я потерял сознание. Больницы не было, все разрушенное. Ближайший госпиталь находился в Курске, и никто его туда не отправил. На какое-то время отпустили в Двухпрудное, где Владимир восстанавливал здоровье у той же тети Даши. Позже ему все-таки довелось побывать в Курском госпитале, куда пришлось везти инвалида отца. У него началась газовая гангрена. До Косторного мы на Товарняке, прямо на углях подъехали. Ну и я часов 12 его тащил. Но командир батальона мне выдал справку о том, что я боец истребительного батальона НКГБ. И по этой справке я сдал в госпиталь. А там, когда я приехал, на земле человек 20 лежит, прямо ждут операции. А я к врачу, к начальнику госпиталя. И его схода при мне на операционный стол. Владимир Васильевич, в 44-м году вы уже были направлены в Харьковскую спецшколу. Приехали, и сразу надо использовать как рабочую силу. Мы ремонтировали здания, осеклением занимались, уборкой занимались. Готовили Харьковское танковое училище. Чуть позже начались занятия по общеобразовательным предметам и строевой подготовке. В мае 45-го года нас начали формировать для участия в параде. И нас три дня, начиная где-то с 4-го или с 5-го мая, по 300 грамм давали кровяной колбасы, чтобы мы не падали. Мы очень радовались, что мы участвуем в параде. Гордились, что мы имеем отношение к вооруженным силам. В свои неполные 18 лет выпускник Харьковской средней артиллерийской спецшколы Владимир Беспалов отметил День Победы. А 13 июня 1945-го он был направлен в Сумское артиллерийское командное училище имени Фрунзе. Владимир Васильевич отмечает интересный факт. Артиллерия училища была на конной тяге. У нас были 122-мм гаубицы и все остальное были лошади. И мы занимались вальтежировкой, занимались одновременно и рубкой лозы, и обучались ездить на верхом на лошади, так как у меня все это хорошо получалось. Даже я показывал перед строем училища, какие нужно упражнения с карабином делать. Владимир Васильевич с улыбкой вспоминает свою лошадь-синицу. Однажды во время занятий он нечаянно поранил ей ухо. Краюшек срубил и кровь. Я зализывал эту кровь, чтобы это... Оно жалко лошадь была. А что касается вальтежировки, акробатических упражнений на лошади, это курсанту, гимнасту Беспалову давалось легко. Кстати, его выпуск по каким-то причинам задержали до января 49-го. Владимир, будучи командиром взвода, проводил занятия. Однажды, во время подготовки к областным спортивным соревнованиям, он неудачно приземлился, спрыгивая со снаряда. Это ЧП, выпускник, и вдруг сломал руку. Ну, провели операцию, мне наложили гипс, и я поселился в углу, поставил несколько тумбочек, и взял учебники по шахматам, и моя койка, и моя тумбочка превратилась в центр шахматной игры всего сумского артиллерийского училища. Ко мне ходили преподаватели, а я на них, так сказать, тренировался. Назначение молодой офицер получил в Дагестан, в 4-ю берлинскую артиллерийскую дивизию прорыва резерва Верховного Главного Командования, и 9 лет прослужил в Буйнакске и Махачкале, и был, между прочим, чемпионом Северо-Кавказского военного округа по офицерскому многоборью. Там же офицер Беспалов встретил и свою Елену. В Дагестане в семье Владимира Васильевича и Елены Поликарповны Беспаловых появятся двое детей – Светлана и Георгий. А пройдут годы, порадуют нашего героя и внуки. Мне повезло с женой. Мы с ней сменили где-то 14 гарнизонов. И она везде всегда говорила, начнется фронт, я никуда не еду, я поеду с тобой воевать. Она у меня настоящая боевая подруга. И я с любовью вспоминаю о ней. Что интересно, военная карьера Владимира Васильевича складывалась с параллельным обучением и получением различных дипломов о высшем образовании. В 1956 он окончил исторический факультет Дагестанского пединститута имени Стальского. В 1967 – политическую академию имени Ленина. В 1976 – высшие академические курсы генштаба. А после Дагестана Беспалов проходил военную службу в группе советских войск в Германии. Был избран секретарем порткома 38-й пушечной артиллерийской бригады. После этого меня назначили старшим инструктором политодела этой же дивизии. А в день, когда полетел Гагарин, дивизия была выстроена на плацу, мне запомнилось, и ожидали митинга в честь полета Гагарина. И вдруг командир дивизии объявляет, майор Беспалов выйти из строя, вышел я из строя, приказом командующего группы советских войск Германии, вы назначены заместителем командира полка 247-го тяжелогаловищно-артиллерийского полка этой же дивизии, и стать в строй рядом с командиром полка. Мне запомнилось это, что это как раз в день полета Гагарина. После шести лет службы в Германии Беспалов вновь вернулся на Кавказ, а в 1976 году получил новое назначение. Насколько вам дорог тот период, когда вы были начальником военного училища? Он мне дорог тем, что в полную меру можно было применить те знания и практика позволяла мне учить курсантов тому, что нужно в войсках для успешного выполнения своих обязанностей и в случае войны защищать Родину. Конечно же, об этом периоде можно сложить отдельную историю и обязательно упомянуть в ней защиту диссертации с присвоением научной степени, а также о том, какой порядок навел в училище генерал Беспалов. Ведь не зря в его поздравительных открытках можно прочитать сегодня такие строчки. Вы действительно являетесь образцом мужественности, выдержки и интеллигентности. Вы офицер, генерал с большой буквы. Владимир Васильевич, вам ведь по-прежнему сегодня дорог Донецк. Мне очень дорог Донецк не только тем, что я там командовал училищем, но и тем, что я в 95-м году создал Всероссийскую общественную организацию союз выпускников, преподавателей, членов их семей. И сейчас там, в Донецке, работает совет этой организации. С 1986 года Владимир Васильевич Беспалов проходил военную службу в военной инженерной академии имени Куйбышева в должности начальника политотдела, замначальника академии. В апреле 90-го Беспалов был уволен из рядов вооруженных сил в запас. Однако в этом же учебном заведении продолжилась его преподавательская и научная деятельность в качестве профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. А с 2003 года в стенах современной гуманитарной академии Владимир Васильевич возглавил кафедру «Теории и истории государства и права». Проводил занятия по двум курсам, а также прочитал около 20 лекций для филиалов современной гуманитарной академии по спутниковому телевидению. Владимир Васильевич, сегодня Вы возглавляете Совет ветеранов в современной гуманитарной академии. И это тоже огромная, интересная работа. У нас в современной гуманитарной академии много бывших офицеров, которые участвовали в боевых действиях, дальше военная служба в различных местах. Я думаю, продолжать, изучать, встречаться с ветеранами военной службы, участниками боевых действий, участников Великой Отечественной войны практически не осталось, а участников боевых действий где-то в других странах, в том числе в Афганистане, осталось. Поэтому они требуют внимательного отношения к ним и помогать в решении каких-то определенных трудностей в жизни и в работе. А ведь Вы и сегодня по-прежнему занимаетесь научной работой и пишете новую диссертацию. История возникновения, становления, развития в скобках эволюции государственного и военного управления в период с февраля 1917 года по 2010 год. Когда-то он выбрал для себя судьбу офицера. И где бы ни проходил свою службу, всегда стремился к науке, увлеченно исследуя историю государства. Владимир Васильевич опубликовал более 80 военно-исторических и научно-методических трудов. Моё любимое занятие это книги. И я, не хвастая, хочу сказать, я очень глубоко знаю историю древнюю. Владимир Васильевич, откуда Вы черпаете энергию для Вашей бесконечной деятельности? Просто нужно любить людей, нужно любить, уважать свою работу, свои обязанности. И самое главное, вот, когда я читаю, допустим, лекции, провожу занятия, нужно с уважением относиться к той аудитории, перед которой выступаешь.